Походы, палатки и песни у костра. Теперь для Сабины Чудиновой эти вещи больше, чем просто увлечение. Ведь за исполнение бардовской песни девушка взяла второе место на Туриаде-2018, проходившей в Саратовской области. Во многом благодаря этой победе краевая сборная смогла занять на туристическом состязании первое место. Впрочем, выражение, главное не победа, а участие, уместно и в этом случае. И ребята по итогам конкурса получили новые знания и навыки. Очень понравилось то, что можно, скажем так, контактировать со всеми ребятами, которые приезжают из разных уголков страны. Очень было интересно узнать вообще, как у них все обстоит. Например, с той же бардовской песней мы общались с музыкантами, как в их городах это все проходит, какие фестивали. Спортивно-туристический лагерь Туриада проходит по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича уже с 2013 года. В этом году в пеших, водных и велосипедных состязаниях соревновалось более 700 человек. По мнению победителя в дисциплине маршрут и конкурсе походов Анатолия Зуева, подобное соревнование нужно поддерживать и впредь. Ведь туризм – это отличный способ для всестороннего развития личности молодых людей. Все наши путешествия, цели путешествия, они стоят или базируются на трех основных, можно сказать, китах. Это оздоровление или физическое развитие. Это познание не только окружающего мира, но себя лично, как вот ты в этих условиях себя поведешь. Ну и воспитательные функции, потому что туризм – это же групповой вид спорта. Это общение, это умение ладить с коллективом, умение ладить с незнакомыми людьми. Нашу сборную поздравил с победой главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Во время неформальной беседы он лично пообщался с участниками конкурса и выслушал их пожелания по поводу организации туриады и подготовки к ней в последующие годы. Главный федеральный инспектор отметил, что все предложения будут учтены, ведь сегодня важно создавать условия для того, чтобы количество побед нашей молодежи на конкурсах становилось все больше. Важно, чтобы молодежь в наше время находила увлечение, находили те направления, в которых они могут реализоваться. И вот это вот ощущение успеха, ощущение победителя, наверное, важно для каждого юноши и девушки, чтобы дальше более уверенно двигаться по жизни и находить те точки роста, через которые они будут становиться действительно победителями в этой жизни, действительно людьми, которые потом могут добиваться успеха где-то в труде, в науке. За победу на туриаде 2018 главный федеральный инспектор по Пермскому краю вручил сборной Прикамья подарки, благодаря которым молодые туристы смогут дальше совершенствовать свои навыки. Новые весла для катамаранов и водное спасательное снаряжение. Кирилл Диев, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта». Кирилл Диев, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта».